Друзья, всем привет! Компании Еристен и Бош переданы под управление Газпрома, и это весьма болезненный удар для Запада. Владельцы этих производственных комплексов могут не рассчитывать на какие-либо компенсации. Таким образом, Россия начала отвечать. Все по закону. Нет у вас больше обозначенных брендов, господа оппоненты. А при попытках доказать свои права, собственникам может грозить и тюремное заключение. Причем тут нет никаких перегибов. Все проведено согласно букве закона. Комар носа не подточит. Но национализация компаний Еристен и Бош – это вовсе не месть Западу. Просто Россия возвращает свое. Объясним. Ведь несправедливо, что огромные производства, используя русское сырье и трудовые ресурсы, получают прибыль, которая уходит в те страны, которые ненавидят нас и думают, что используют ее. Кроме того, в России много объектов, которые нечестными путями приобрели иностранцы. Вот и получается, что наша страна просто возвращает свое обратно при помощи национализации. И, кстати, национализация началась после того, как Запад решил открыто грабить нас, замораживая счета и активы. Запад сам это начал, и теперь сам же и расплачивается. Италия обсуждает с Еврокомиссией выработку положения, которое позволит компаниям, столкнувшимся с решением Москвы о передаче долей дочерних предприятий во временное управление российских компаний, принимать ответные меры в отношении активов бенефициаров национализации, заявил министр по делам предприятий Италии Адольфо Урсо, отвечая на вопросы газеты «Карьер» Делла Сиро. По его словам, ответные меры готовятся на европейском уровне, но готовить они могут все, что угодно и как угодно. С нашей же стороны решение уже принято, и убыток у наших оппонентов пошел. И это правильно, потому что на России страны коллективного Запада стали зарабатывать уж слишком много. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление расимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе президента. 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Ульяновский станкостроительный завод, принадлежащих гильдемастер Битай Лигунген, уточняется в документе. Стоит отметить, что компания Гайлдемастер Битили Ганган входит в японо-германский консорциум DMG Mori, это один из крупнейших ФРГ-производителей программируемых станков. На предприятие объединения в 2022 году приходилось 10% мирового производства станков с числовое программное управление. Также стало известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государство Ивановский завод тяжелого станкостроения. Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию незаконной. Решение о передаче акций завода приняли неуполномоченные на это лица и организации, обязательного в таких случаях разрешения правительства страны получено не было, уверены в Генпрокуратуре. Ивановский завод тяжелого станкостроения был основан в 1953 году и стал одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков. Он находился в списке системообразующих предприятий России. Санкции работают. Результаты уже настолько явные, что скрывать их никак не удается. Энергетика в разрухе. Особенно хорошо это прослеживается на примере Германии и Франции. Промышленная составляющая больше всего зависит от состояния энергетического комплекса. А от промышленности уже второй год идет запашок тухлятинки. Вслед за энергетическим кризисом, который продолжает последовательно хоронить различные сферы экономики Евросоюза, грянул кризис бюджетный. Инфляционное давление, как непривычно это звучит для европейцев, продолжается до сих пор. Инвестиционная активность свалилась в пропасть и не собирается оттуда возвращаться. Деньги текут рекой, но куда угодно, только не въезд. В связи с растущими расходами на повышение обороноспособности и помощь воюющим нищебродам, обнаруживаются бреши в финансировании элементарных нужд. Например, дипломатических ведомств. О как! Дипломатам Евросоюза предписано прекратить все вечеринки и развлекательные мероприятия. На это просто нет средств. Бюджет стал дефицитным. Нет, неправильная формулировка. Точнее будет остродефицитным. Деньги попросту отсутствуют. Но одними вечеринками дело не ограничивается. Сотрудники консульств должны отложить текущие поездки, отказаться от ряда выполняемых работ. Им предписано сократить бюджетные расходы на 43,6 миллионов евро. Это чуть больше 5% бюджета. По факту получается, что содержать такую прорву дипломатов ЕС не в состоянии. Им придется сокращать дипслужбу. Это наносит ущерб амбициям внешнеполитического ведомства, сказал представитель Евросоюза. Официальные люди из ЕС сообщают СМИ, что ситуация с лимитами на дипломатическую службу в следующем году еще больше усугубится. Сейчас прорабатываются варианты сокращения представительств в Африке и Латинской Америке. Предлагаемый бюджет потребует мер экономии. Дипслужба готовится продавать имущество, чтобы сбалансировать бюджетные расходы. Какие-то представительства придется закрыть. Ограничительные меры уже вступили в действие. Сокращают все. Это касается автомобилей и их водителей, расходов на обслуживающий персонал и даже канцелярских принадлежностей. Главной бедой европейского политикума становится невозможность проведения информационных мероприятий. Орбан публично набросился на Вашингтон. Евросоюз начал постепенно рушиться изнутри. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, страна которого с 2004 года числится в составе ЕС, произнес огромную западную речь, в которой заявил, что Европа встала на путь разложения и близится к полному забвению, призвал коллег ориентироваться на Азию в новом мировом порядке и выступил с поддержкой кандидатуры Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Венгерский лидер также упрекнул европейских соседей в потакании интересам США и отказе от собственных взглядов и ценностей в угоду американским хозяевам. То есть, по сути, обозначил то, о чем все давно думали, но сказать по разным причинам боялись. В качестве примера вышеописанного потакания Орбан привел подрывы газового пути Северный поток, по которому до судьбоносного 2022 года ФРГ следовало российское голубое топливо. Политик считает, что за его повреждением стоит Вашингтон, а произошедшее есть не что иное, как самый настоящий акт, безропотно поддерживаемый европейскими руководителями. В рядах европейских элит Орбан воспринимается скорее в негативном ключе, его слова и действия часто ругают в западной прессе. Критики венгерский премьер подвергся и в этот раз. В американских СМИ его речь назвали пустой и бессвязной, видимо других аргументов у талантливых репортеров не обнаружилось. Однако наиболее обожаемая натовскими журналистами тема для обсуждения – теплые отношения Орбана с Москвой, которые чиновнику по понятным причинам постоянно ставят в упрек. Его, разумеется, с осуждением называют чуть ли не самым дружественно настроенным к Кремлю политиком в истории современной Европы. На Россию у граждан США и Евросоюза уже выработалась стойкая аллергия. Градус высказываний венгерского руководителя растет пропорционально давлению со стороны его европейских партнеров. Главная причина недовольства в кругах брюссельской элиты – поездка Виктора Орбана с лично разработанной им в Москву и Пекин. Визит делегации в Брюсселе признали незаконным, а его организатора осудили за излишнюю самостоятельность и действия в отрыве от европейских союзников. Виктор Орбан – действительно уникальный для Европейского союза политик. Также уникально и то, с какой скоростью венгерский премьер умудряется попадать в различного рода скандалы. Так, он, Орбан, один из немногих, высказывается резко против существующей миграционной политики в Европе, заявляя, что когда гостей становится больше, нежели хозяев, то дом перестает считаться домом. Аналогичного мнения он придерживается и о разнообразных меньшинствах, препятствуя распространению подобных идей на территории Венгрии. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал.